Добрый вечер! В Алтайском крае готовится большая реформа исполнительной власти. Но толки-то об этом ходили давно. Ясность появилась вот только что, буквально позавчера, в субботу. Именно в этот день в нашем официозе в Алтайской правде опубликована большая статья. Что за перемены? Будут ли они значимы для всех жителей края? Об этом и поговорим. Но начну же по обыкновению с обзора прогноза событий уже начавшейся недели. В среду в Торгово-промышленной палате России пройдет презентация инвестиционного потенциала Алтайского края. В ней примет участие губернатор региона Александр Карлин. В этот же день в Барнауле администрация города обсудит исполнение бюджета за 9 месяцев и расходование резервного фонда. В четверг в краевой столице откроется Всероссийская научно-практическая конференция «Социальное партнерство в интересах детей». В ней примут участие 200 специалистов из 16 регионов страны. Но проблема защиты детей сегодня стоит остро, что и говорить. И острота этой проблематики от домашнего насилия до социальной помощи многодетным отнюдь не снижается. Но давайте к главной теме. Надо сказать, изменения, а кто-то говорит, и переформатирование исполнительной власти ведется в крае уже несколько лет. Прежде всего, что заметно, по линии укрупнения ведомств. А теперь речь идет уже об изменении устава Алтайского края. Логика тут простая. Значимые эти изменения для управленцев в итоге будут значимы и для жителей. Стоит говорить об этом. Действующая редакция устава Алтайского края предполагает дачу согласия законодательного собрания на назначение первого заместителя губернатора, руководителей органов исполнительной власти в сферах финансов, социального обеспечения, управления государственным имуществом. Недавно в соответствии с этой нормой были назначены первый вице-губернатор Сергей Локтев и вице-губернатор, председатель комитета администрации края по финансам, налоговой и кредитной политики Владимир Притупов. Вот вполне себе очевидно, что такое согласие КЗС при нынешних-то раскладах, но из характера вполне формальный. Но, внимание, теперь даже такого утверждения больше не будет. В новых условиях вмешательство парламента сочтено нецелесообразным. Вот, как пишет автор статьи в «Алтайской правде» редактор Олег Купчинский, ну, здесь он, полагаю, выступает в роли такого официального рупора. «Поскольку краевой парламент состоит из представителей разных партий, всегда существовал риск политизации вопроса не объективной оценки кандидата или действующего руководителя, блокирование того или иного назначения». Конец цитаты. Ну, я думаю, что очень скоро все изменения будут приняты парламентом и приняты легко, невзирая на разные партии. А что касается нового положения, политика минус, управляемость плюс. И ведь это еще не все. В 2015 году планируется изменить структуру администрации края. В ней будет создан департамент внутренней политики, который займется обеспечением взаимодействия с органами местного самоуправления, политическими партиями и общественными объединениями. Кроме того, будет создан департамент администрации края по обеспечению региональной безопасности. Это очевидный шаг к созданию краевого правительства, сказанно в программной этой статье про его контуры. И вполне себе отчетливо. Например, региональное правительство должно стоять максимум из 15 членов министров. Значит, укропнение ведомств будет продолжаться и далее. И вот, например, как будет выглядеть для большинства важнейшая социальная сфера. А реплика сегодня звучит так. Но вот кто-то скажет, что это игры там, вверху. Отвечу на это метафорой. Вот как глобальное атмосферное явление в каком-нибудь стратосфере. Пока они превратятся в мелкий дождичек или мокрый снег, то, что важно для нас, пройдет их сколько времени. Но снег и дождь все равно состоятся. Так же и с переменами во власти. Увидимся в пятницу. Субтитры создавал DimaTorzok